Всем добрый день! Сегодня наша лекция посвящена такой теме, как внутрисемейные факторы виктимизации. Проблемы в поведении подростков невозможно решать без участия в них семьи. Семья – это тот изначальный воспитательный коллектив, где ребёнок впервые усваивает нормы общечеловеческой морали. Правила общежития, получает навыки совместного труда, где формируются его жизненные идеалы. К сожалению, встречаются семьи, нравственная атмосфера которых отрицательно влияет на воспитание детей. Дефекты воспитания, пишет детский психиатр Буянов, это и есть первейший и главнейший показатель неблагополучной семьи. Ни материальные, ни бытовые, ни престижные показатели не характеризуют степень благополучия или неблагополучия семьи. Только отношение к ребёнку. Не случайно Боулби вводит термин «патогенное родительское воспитание», определяя его как ключевой фактор многих невротических симптомов, личностных расстройств, семейных и супружеских проблем. С учётом достаточно большого количества причин, обусловливающих функциональную несостоятельность семьи, существуют разнообразные подходы к типологии и классификации таких семей. Биличево в качестве системообразующего критерия при составлении типологии функционально несостоятельных семей использует характер десоциализирующего влияния, оказываемого такими семьями на детей. Нам этот подход кажется заслуживающим наибольшего внимания. Десоциализирующие влияния семей можно разделить на две большие группы – прямые и косвенные. Семьи с прямым десоциализирующим влиянием демонстрируют асоциальное поведение и антиобщественные ориентации, выступая таким образом институтами десоциализации. К ним можно отнести криминально-аморальные семьи, в которых преобладают криминальные факторы риска, и аморально-социальные семьи, которые характеризуются антиобщественными установками и ориентациями. Наибольшую опасность по своему негативному воздействию на детей представляют криминально-аморальные семьи. Жизнь детей в таких семьях из-за жестокого обращения, пьяных дебошей, сексуальной распущенности родителей, отсутствия элементарной заботы ни о воспитании, даже о просто элементарном содержании детей, зачастую находятся под угрозой. Такие дети относятся к категории социальных сирот. Сирот при живых родителях, которых, как правило, ждут побеги из дома. Раннее бродяжничество, полная социальная незащищенность как от жестокого обращения в семье, так и от криминализирующего влияния преступных группировок. К асоциально-аморальным семьям чаще всего относят семьи с откровенными стяжательскими ориентациями, живущие по принципу «цель оправдывает средства». Внешне обстановка в таких семьях может выглядеть вполне благопристойной, уровень жизни достаточно высок, но духовные ценности подменены исключительно стяжательскими ориентациями, с весьма неразборчивыми средствами их достижения. Ожигов в своем словаре русского языка определяет слово «стяжательство» как образ действия стяжателя, то есть коростолюбивого, стремящегося к наживе человека. Такие семьи, несмотря на внешнюю респектабельность своими искаженными моральными представлениями, тоже оказывают на детей прямо десоциализирующее влияние, прививая им антиобщественные взгляды и ценностные ориентации. Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием испытывают затруднения социально-психологического и психолого-педагогического характера, выражающиеся в нарушениях супружеских и детско-родительских отношениях. Это так называемые конфликтные и педагогически несостоятельные семьи. Конфликтные семьи могут быть как шумными, скандальными, где повышение тона, повышенная тона, раздражительность становится нормой взаимоотношений членов семьи, так и тихими, где отношения характеризуют полное отчуждение, стремление избегать всякого взаимодействия. Но в обоих случаях конфликтная семья отрицательно влияет на формирование личности ребенка и может послужить причиной различных асоциальных проявлений. В конфликтных семьях десоциализирующее влияние проявляется не прямо через образцы аморального поведения или антиобщественное убеждение родителей. Здесь имеет место косвенное десоциализирующее влияние, оказываемое за счет хронически осложненных, нездоровых отношений между членами семьи, чаще всего между родителями. В педагогически несостоятельных семьях, то есть в семьях, где при относительно благоприятных условиях здоровая семейная атмосфера, ведущие социально одобряемый образ жизни, проявляющие заботу о детях и родителях, неправильно формируются взаимоотношения с детьми. Совершаются серьезные педагогические просчеты, приводящие к различным асоциальным проявлениям в сознании поведения детей. По данной Беличевой, 45-60% подростков, стоящих на учете в полиции, из педагогически несостоятельных семей. Педагогически несостоятельные, как и конфликтные семьи не оказывают на детей прямого децентрализирующего влияния. Формирование антиобщественной ориентации у детей в таких семьях происходит потому, что за счет педагогических ошибок тяжелой морально-психологической атмосферы здесь утрачивается воспитательная роль семьи. И она по степени своего воздействия начинает уступать другим институтам социализации, играющим отрицательную роль. Можно выделить ряд факторов влияния семьи на воспитание ребенка. Важным условием формирования социально ценной личности ребенка является родительский контроль. Проблеме родительского контроля в педагогической литературе не уделяется должного внимания. Этот вопрос до сих пор изучен недостаточно. В криминологической литературе сходный вопрос изучался Овчинским и другими, но они употребляли термин, изучали понятие семейный надзор. Естественно, что надзор в понимании криминолога и юриста отличаются от контроля в понимании педагога и в профессиональном толковании, и в структурном построении, и в методике достижения конечных результатов. Родительский контроль в понимании педагога складывается из взаимодействий таких понятий, как интерес ребенка к ведущим сферам деятельности, игра, учеба, труд, увлечение, знания родителями в несемейной сфере общения ребенка, формальный, неформальный, повседневное внутрисемейное общение, так называемое беседы за круглым столом. В связи с этим выделяются такие виды родительского контроля. Взаимодоверительный, демократичный, жесткий, контроль постоянный, ежедневный, ограничительный, эпизодический, контроль от случая к случаю, и бесконтрольность, практическое отсутствие контроля. Исследования Юрички показали, что в семьях школьников с отклонениями в поведении преобладают эпизодический контроль и бесконтрольность, а взаимодоверительный контроль почти отсутствует. Разные категории семей относятся к родительскому контролю по-разному. Но так в семьях школьников-правонарушителей, где номинально оба родителя занимаются воспитанием детей, контроль за ними в основном эпизодический, то есть слабый, или вовсе отсутствует. Жестко контролируются дети в 20% семей. Значительно хуже осуществляется контроль в семьях, где воспитанием детей занимается одна мать. Причем в эту группу входят не только семьи с матерями-одиночками, разведенными или вдовами, но и полные семьи, где отцы в силу разных причин, алкоголизм, наркомания, отбывание наказания в местах лишения свободы, выезд на заработки и тому подобное, не занимаются воспитанием детей. Естественно, что в таких семьях мать не может справиться с контролирующими функциями семьи, поэтому эпизодический контроль и бесконтрольность встречаются здесь чаще, чем в семьях, где эти обязанности выполняют оба родителя. В семьях дисциплинированных подростков более половины родителей строят свой контроль на взаимодоверительных основах, а еще почти треть родителей считает, что за детьми в семье нужен жесткий контроль. Это, по их мнению, залог успешного воспитания детей в семье. Сравнительный анализ степени родительского контроля за детьми в разных типах семей показывает, что в тех семьях, где родители злоупотребляют спиртными наркотиками, не имеют постоянной работы, ведут аморальный образ жизни, контроль за детьми слабый или его совсем нет. Более того, резкое снижение степени контроля за детьми происходит и в обычных семьях по мере учащения приема алкоголя. Результаты исследований ученых показывают, что возникновение правонарушений несовершеннолетних в большинстве случаев связано с отрицательной микросредой, с аномалиями внутрисемейных взаимоотношений. Под внутрисемейными взаимоотношениями следует понимать систему отношений родителей между собой, систему отношений детей между собой, взаимоотношения родителей и детей. Отношения в этих трех звеньях, внутрисемейных взаимоотношений, в свою очередь, тоже можно разделить на три группы. Первая – хорошие, искренние, безразличные, равнодушные. Третья – плохие, конфликтные. Анализ таких семей, проведенная Юречкой, показывает, что в подавляющем большинстве из них господствуют плохие, конфликтные взаимоотношения между родителями и безразличные, равнодушные. В результате несложных подсчетов получается, что на долю хороших отношений приходится только 1% семей. Остроконфликтные отношения между родителями в неблагополучных семьях возникают чаще всего тогда, когда один из родителей еще морально устойчив и не хочет мириться с моральным падением другого. В результате в таких семьях возникают ссоры, скандалы. Однако в воспитательном отношении для детей гораздо хуже такие семейные условия, когда оба родителя морально неустойчивы, нарушают нормы и правила общественного поведения. Большинство семей с низким моральным уровнем находятся на грани распада. С педагогической точки зрения деформированные до такой степени отношения между родителями оказывают отрицательное влияние на формирование личности ребенка. Для подростков, которые выросли в неблагополучных семьях, риск совершения преступления возрастает 4-5 раз по сравнению с их сверстниками из обычных семей. При анализе влияния семьи на формирование криминального поведения нельзя не учитывать и такой факт. Исследования Медника и его коллег позволяют сделать вывод о том, что склонность к криминальному поведению может наследоваться. И склонность мальчиков к совершению преступления напрямую связана с судимостью их биологических родителей. Неблагополучные семьи формируют детей по своему образу и подобию. Именно из таких семей чаще всего выходят люди с циничным отношением к нравственным ценностям, нарушающие нормы поведения и правопорядок. В окружающих среде они часто бравируют своим неуважительным отношением к требованиям дисциплины, систематически создают криминогенные ситуации и совершают правонарушения. В преступных группах несовершеннолетние выходцы из таких семей играют активную роль, часто являясь их лидерами или входя в их мозговой центр. Таким образом, отрицательный микроклимат неблагополучной семьи, а социальное поведение ее взрослых, членов, способствует тому, что дети, воспитывающиеся в таких семьях, не просто перенимают отрицательные образцы поведения, но и усваивают ценностные ориентации, реализуя их уже в личном антиобщественном поведении. Следует отметить, что довольно высок процент с равнодушными, безразличными взаимоотношениями между родителями в обычных семьях. Внешне формально такая семья кажется благополучной. Родители не ссорятся между собой, на людях стараются показать благополучие своих внутрисемейных отношений с помощью приторной показной внимательности друг к другу. Однако систематическая воспитательная работа с детьми в таких семьях не проводится, а успехи детей чаще поощряются материальным. Анализ ситуации в таких семьях показывает, что эгоистическая, собственническая атмосфера, гипертрофированные роли материальных благ, царящих в таких семьях, это благоприятная почва для формирования у детей потребительско-собственнической ориентации, направленной на стремление побольше взять у общества и поменьше ему отдать. Так впоследствии происходит формирование у подростков криминальной мотивации как результат невоспитанности в семье. Деньгами, подарками такие родители пытаются использовать воспитанную у детей материальную заинтересованность как средство воспитания. Формально такая внешне благополучная семья это чаще всего семья с ограниченным уровнем духовных интересов и потребностей, увлечением и проведением досуга. В свободное время детей не контролируется, подростки вынуждены искать удовлетворение своих отклоняющихся от социальной нормы потребностей в неформальном уличном общении. В таких ситуациях вероятность выбора криминального варианта поведения очень высока. Тем более, что ребята часто объединяются в компании, где начинает действовать стадный инстинкт, законы группового поведения. Реакция со стороны окружающих составляет для подростка-правонарушителя источник его поведения. Для таких несовершеннолетних не важно, положительно или отрицательно окружающие реагируют на его поведение, соответствуют или нет его поведения требованиям общества. Для этих подростков гораздо важнее одобрение со стороны той субкультуры, которая его окружает. Для подростков этой категории неразвитость социально ценных качеств личности неизбежно проявляется в шатающейся ориентации деятельности, в неумении сориентироваться объективно, оценить сложившуюся ситуацию, в давлении стереотипов поведения группы и оценки вариантов путей достижения цели. Таким образом, определенная скрытность и завуалированность в подобной семье деформированных нравственных ценностей и ориентиров еще не означает полной защищенности ребенка от перехода на противоправное поведение. Отсутствие системы целенаправленного формирования социально ценных качеств личности неизбежно приводит подростка к отчуждению от семьи, выходу из-под ее влияния и попадания в сферу отрицательного внешнего влияния. Микроклимат семьи во многом зависит и от взаимоотношений между детьми. К сожалению, эти взаимоотношения очень редко изучаются и самими педагогами, и родителями. Между тем, это является существенным недостатком семейного воспитания. Отношения между детьми в семье имеют очень сложную структуру, игнорирование которой приводит к отрицательным последствиям. Искренние и хорошие отношения, связанные с большой привязанностью детей к друг другу, возникают, как правило, в тех случаях, когда их разница в годах невелика 1-3 года. Хорошее отношение между детьми, но уже с оттенком заботы старших о младших, наблюдается при значительном возрастном неравенстве свыше 10 лет. В таких случаях старшие дети чувствуют себя на положении вторых родителей, охотно принимают на себя заботу о младших, так как это позволяет им скорее утвердиться в роли взрослого человека. Помогает в какой-то мере повысить свою самооценку и сказывается на воспитании чувства собственного достоинства. Иначе могут обстоять дела в семьях, где разница в возрасте детей составляет от 4 до 9 лет. Такая разница в возрасте накладывает свой отпечаток на интересы, склонности, увлечения детей. Поэтому отношения между ними могут быть безразличными. Часто равнодушные отношения объясняются тем, что старшие дети сильно загружены учебой или работой, поглощены своим взрослыми интересами, и времени для младших у них просто не остается. При исследовании психологической атмосферы в семье прослеживается любопытная тенденция. В абсолютном большинстве семей отношения между детьми строятся по принципу родительских взаимоотношений. Микроклимат в семье отражается на отношениях детей между собой. В семье, где семейные отношения деформированы, взаимоотношения детей тоже бывают конфликтными. Они вызываются преимущественно неодинаковым отношением родителей к детям, семейными неурядицами, разногласиями, ссорами. Часто в неблагоприятных семьях старшие дети враждебно-неприязненно относятся к младшим. Так они проявляют своеобразный протест против плохого отношения к ним родителей. Нередко конфликтные отношения между детьми обостряются тогда, когда в семье появляется новый ребенок, особенно если один из родителей приходится старшему ребенку неродным. Семью следует рассматривать прежде всего как фактор, определяющий психофизиологическую полноценность или ущербность ребенка, которая в значительной мере может отражаться на эффективности его обучения и воспитания. Неблагополучная семья может оказывать прямое разлагающее воздействие на формирующуюся личность, препятствовать ее ненормальному развитию. Не меньший вред развитию ребенка наносит педагогически индифферентная позиция отца и матери. У многих подростков с отклоняющимся поведением не было или утеряно чувство родительского дома, психологической защищенности в семье, желание поделиться с родными своими радостями и переживаниями, утрачена надежда быть понятым, прощенным и поддержанным в трудную минуту. Нарушение психологического контакта с самыми близкими людьми особенно остро переживают с подростками, которые начинают осознавать противоречия жизни взрослых. Озлобленность, доходящая до отчаяния или жестокости, недоверие к людям, пренебрежение к социальным нормам, цинизм, равнодушие к общественно значимым явлениям, таков далеко не полный перечень внутренних установок подростка, переживающего размолвку или развод родителей, живущего в условиях пьянства, наркомании, разврата, непрекращающихся ссор, конфликтов, невежества и взаимного безразличия. Тема влияния взаимоотношений в семье на формирование поведения подростка настолько важна. Рассмотрим ее более подробно. Причины негармоничного воспитания в семье различны. Порой это определенные обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить адекватное воспитание. Однако нередко основную роль в нарушении воспитательного процесса играют личностные особенности самих родителей. Эйде Миллер считает, что особую роль при формировании отклонений в семейном воспитании играет две группы причин. Отклонение в личности самих родителей и существование у них психологических проблем, которые они пытаются решить за счет ребенка. Отклонение в личности родителей. Акцентуации характера и психопатии родителей нередко предопределяют определенные нарушения воспитания детей. Так, при неустойчивой акцентуации родителей, один или одного из них чаще склонны проводить воспитание, характеризующиеся гипопротекцией, пониженным удовлетворением потребности ребенка, пониженным уровнем требований к нему. Эпилептоидная акцентуация родителей обусловливает доминирование жесткого обращения с ребенком. Стиль доминирования может также обусловливаться чертами тревожно-мнительности. Истероидная акцентуация нередко предполагает к противоречивому типу воспитания, демонстрируемые заботы и любовь к ребенку при зрителях и эмоциональное отвержение при отсутствии таковых. Таким образом, чтобы лучше понять причину формирования девиантного поведения и особенности воспитания детей в неблагополучных по психологическому климату семьях, нужно выделить неблагоприятные черты личности родителей, прежде всего матерей, потому что они оказывают большее влияние на формирование поведения ребенка, обладающих более выраженными личностными и невротическими изменениями по сравнению с отцами. У матерей более ярко выражены сензитивность, повышенная эмоциональная чувствительность, склонность все принимать близко к сердцу, легко расстраиваться, волноваться, аффективность, эмоциональная возбудимость или неустойчивость настроения, главным образом в сторону его ухудшения, тревожность, склонность к беспокойству, недостаточная внутренняя согласованность чувств и желаний, доминантность, стремление играть значимую ведущую роль в отношениях с окружающими, эгоцентричность, фиксация на свои точки зрения, отсутствие гибкости суждений, гиперсоциальность, повышенная принципиальность, утрированное чувство долга, трудность в принятии компромиссов. Захаров считает, что условно можно выделить несколько психологических типов или образов матерей в семьях с неблагополучным психологическим микроклиматом. Первое. Царевна не смеяна. Всегда чем-то озабочена, обеспокоена, повышена принципиально, чистолюбива, сдержана в выражении чувств, эмоций, доброты, отзывчивости. Не признает детской непоседливости, шума, веселья. Считает это пустым времяпрепровождением. Никогда не смеется, но любит ли едко иронизировать. Имеет навязчивую потребность делать замечания, стыдить, читать морали, выискивать недостатки. Больше всего боится избаловать ребенка. Часто поступает подчеркнуто правильно, но, что называется, без души и учета реальных обстоятельств. Снежная королева, повелевающая, держащая всех на расстоянии, жесткая, непреклонная, внешне холодная, неотзывчивая, расчетливая, эгоистичная, равнодушная к страданиям других, считающая ошибки заблуждениями, недостатки пороками, а любую критику в свой адрес злым умыслом. Спящая красавица, склонна к мечтательности, депрессивному мироощущению, пессимизму, заторможенная, нарциссическая, самовлюбленная натура, пребывающая в плену своих идеализированных представлений, ждущая своего принципа, разочарованная, усталая, погруженная в свои мысли и переживания, отстраненная от ребенка его потребностей, обращающаяся с ним, как с живой куклой. Между этими тремя такими, на первый взгляд, непохожими психологическими типами матерей есть, тем не менее, немало общего. Они всегда считают себя молоденькими, прекрасными. Они исключительно много уделяют времени себе. Они всегда исходят только из своей точки зрения. Они хотят покровительствовать. Они высокомерны по отношению к другим. Они стремятся во что бы то ни стало, господствовать или доминировать над окружающими. Они не переносят ни внимания к себе и больше всего на свете боятся остаться без восхищения и признания со стороны других. Унтер Пришибеев. Недостаточно чуткая, часто грубая и безапелляционная. Вовсю командует детьми, понукает, принижает их чувство собственного достоинства, с недоверием относится к их опыту, самостоятельности, легко раздражается, выходит из себя гневливо, придирчиво, нетерпиво ливо к слабостям, недостаткам, часто прибегает к физическим наказаниям, долго помнит плохое. Суматошная мать, неустойчивая, взбалмошная, неугомонная, противоречивая и непоследовательная. В своих действиях и поступках бросается из одной крайности в другую, часто взрывается, кричит, любит пустяк превращать в трагедию, из ничего создать проблемы и на них же бурно реагировать. Насетка, жертвенна, тревожно-беспокойная, во всем опекает, не отпускает детей от себя, спровождает каждый их шаг, предохраняет от любых, в основном, кажущихся трудностей, стремится заменить с собой сверстников ребенку, все делает за него, но только не способствует его самостоятельности и активности. Вечный ребенок. Это мать, которая сама не стала взрослой. Она по-детски кабризна и обидчива, драматизирует любые события, жизнь считает невыносимой, своих детей обузой, себя жертвой обстоятельств, постоянно ищет помощь и поддержку, чье-нибудь покровительство. Она не может справиться с самыми обычными проблемами детей, охотно отдает их на воспитание кому-либо, чаще всего бабушкам, страдая предом от чувства своего бессилия и беспомощности. Эти психологические портреты матерей надо интерпретировать скорее как определенные психологические образы или тенденции в отношении матерей с детьми, чем как застывшие личностные структуры. В семьях с неблагополучным психологическим микроклиматом у детей часто развиваются неврозы, которые могут стать предпосылками девиантного поведения. В таких семьях у матерей и у отцов есть общие черты. Недостаточная уверенность в себе или, если брать шире, неадекватный уровень самооценки, проблемы личностного самоопределения, в том числе чувство внутренней неудовлетворенности, неустойчивость, противоречивость личности. По наблюдениям Захарова оказывается, что при пике неблагополучия в отношениях с детьми средний возраст матери составляет 34 года, отца 37 лет. В этом возрасте возникает наибольшая внутренняя напряженность, обусловленная проблемами самоопределения и взаимоотношений в браке, своего рода личностным кризисом, когда нужно взглянуть на себя со стороны, осознать недостатки своего характера, перестроить отношения и стать более зрелой и созидающей личностью. Подобный кризис личностного развития, как определенный этап развития самосознания и обусловленный им кризис супружеских и родительских отношений, в подобных семьях не преодолевается конструктивным образом, а сопровождается компенсаторным нарастанием внутренней напряженности, которое, чем меньше проявляется внешне, тем более сказывается на отношениях с детьми увеличением крайности воспитания и использованием их в качестве источника регулирования нервного напряжения, а также вымещение родителями своих взаимных обид и недовольства. Таким образом, родители преодолевают свой личностный кризис по существу ценой развития невроза у ребенка, который можно расценить как клиническое отражение неадекватных способов разрешения родителями своих личностных проблем. Психологические личностные проблемы родителей, решаемые за счет ребенка. В этом случае, по мнению Эйда Миллера, в основе негармоничного воспитания лежит какая-то личностная проблема, чаще всего носящая характер неосознаваемой проблемы потребности. Родители пытаются разрешить ее удовлетворить потребность за счет воспитания ребенка. Попытки разъяснительной работы, уговоров, изменить стиль воспитания оказываются неэффективны. Перед психологом встает трудная задача выявить психологическую проблему родителя, помочь ему осознать ее, преодолеть действия защитных механизмов, препятствующих такому осознанию. Выделяют такие личностные проблемы, которые родители стараются решить за счет ребенка. Расширение сферы родительских чувств, предпочтение в подростки детских качеств, воспитательная неуверенность родителей, фобия утраты ребенка, неразвитость родительских чувств, проекция на ребенка собственных нежелаемых качеств, вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания, сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости от пола ребенка. Теперь рассмотрим более подробно их, воспользовавшись описанием, сделанным Эйдемиллером. Расширение сферы родительских чувств, обусловливаемое нарушение воспитания, повышенная протекция, потворствующие или доминирующие. Данный источник нарушения воспитания возникает чаще всего тогда, когда супружеские отношения между родителями в силу каких-либо причин оказываются нарушенными. Супруга нет, смерть, развод, либо отношения с ним не удовлетворяют родителя, играющего основную роль в воспитании, несоответствие характеров, эмоциональная холодность. Нередко при этом мать, реже отец, сами того четко не осознавая, хотят, чтобы ребенок, а позже подросток, стал для них чем-то большим, нежели просто ребенком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть потребностей, которые в обычной семье должны быть удовлетворены в психологических отношениях супругов. Потребность во взаимно-исключительной привязанности, частично эротические потребности. Мать нередко отказывается от вполне реальной возможности повторного замужества. Появляется стремление отдать ребенку чаще противоположного пола все чувства, всю любовь. В детстве стимулируется эротическое отношение к родителям, ревность, детская влюбленность. Когда ребенок достигает подросткового возраста, у родителей возникает страх перед самостоятельностью подростка. Появляется стремление удержать его с помощью потворствующей или домернирующей гиперпротекции. При гиперпротекции родители уделяют ребенку крайне много времени, сил и внимания, и воспитание его становится центральным делом их жизни. При потворствующей гиперпротекции ребенок находит в центре внимания семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип воспитания содействует развитию демонстративных, эстероидных и гипертимных черт личности подростка. При доминирующей гиперпротекции ребенок также в центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, однако в то же время лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. У гипертимных подростков такие запреты усиливают реакцию эмансипации и обусловливают острые аффективные реакции экстра-пунитивного типа. Экстра-пунитивность склонность перекладывать вину за свои неудачи на других людей. При тревожно-мнительном, психоастеническом, сенситивном, ауастеническом типах акцентуации личности доминирующая гиперпротекция усиливает астенические черты. Стремление к расширению сферы родительских чувств за счет включения эротических потребностей в отношениях матери и ребенка, как правило, ею не осознаются. Эта психологическая установка проявляется косвенно, в частности, в высказывании, что ей никто не нужен, кроме сына, и в характерном противопоставлении идеализированных ею собственных отношений с сыном, не удовлетворяющим ее отношения с мужем. Иногда такие матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они предъявляют ее в виде многочисленных придировок к ней. Предпочтение в подростке детских качеств. Обусловливаемое нарушение воспитания, потворствующая гиперпротекция. В этом случае у родителей наблюдается стремление игнорировать повзросление детей, стимулировать у них сохранение таких качеств, как непосредственность, наивность, игривость. Рассматривая подростка, как еще маленького, родители снижают уровень требований к нему, создавая потворствующую гиперпротекцию, тем самым стимулируя развития психологического инфантилизма. Воспитательная неуверенность родителей, обусловливаемое нарушение воспитания, потворствующая гиперпротекция, либо просто пониженный уровень требований. Воспитательную неуверенность родителя можно было бы назвать слабым местом личности родителей. В этом случае происходит перераспределение власти в семье между родителями ребенком, подростком в пользу последнего. Родитель идет на поводу у ребенка, уступает даже в тех вопросах, в которых уступать, по его мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что подросток сумел найти к своему родителю подход, нащупал его слабое место, добивается для себя в этой ситуации минимум требований, максимум прав. Типичная комбинация в такой семье бойки, уверенный в себе подросток, ребенок, смело ставящий требования и нерешительный, винящий себя во всех неудачах с ним родитель. В одних случаях слабое место обусловлено психостемическими чертами личности родителя. В других определенную роль формирования этой особенности могли сыграть отношения родителя с его собственными родителями. В определенных условиях дети, воспитанные требовательными, эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят в своих детях ту же требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению к ним тоже чувство неоплатного должника, что испытывали раньше по отношению к собственным родителям. Характерная черта высказывания таких родителей признание ими массы ошибок, совершенных в воспитании. Они боятся упрямства, сопротивления своих детей, находят довольно много поводов уступать им. Фобия утраты ребенка, обусловливаемое нарушение воспитания, потворствующая или доминирующая гиперпротекция. Слабое место, повышенная неуверенность, боязнь ошибиться, преувеличение представления о хрупкости ребенка, его болезненности и так далее. Один источник таких переживаний родители коренится в истории появления ребенка на свет. Его долго ждали, обращение к врачам-гинекологам ничего не давали, родился хрупким и болезненным, с большим трудом его удалось выходить и так далее. Другой источник перенесенный ребенком тяжелые заболевания, если они были длительными. Отношение родителей к ребенку или подростку формировалось под воздействием страха его утраты. Этот страх заставляет родителей тревожно прислушиваться к любым пожеланиям ребенка и спешить удовлетворить их потворствующая гиперпротекция. В других случаях мелочно опекать его доминирующая гиперпротекция. В типичных высказываниях родителей отражена их ипохондрическая боязнь, ипохондрическая боязнь за ребенка. Они находят у него множество болезненных проявлений, свежи воспоминания о прошлых, даже отдаленных по времени переживаниях по поводу здоровья подростка. Неразвитость родительских чувств, обусловливаемые нарушения воспитания, гипропротекции, эмоциональное отвержение, крайний вариант воспитания по типу золушки, жестокое обращение. При гипопротекции, гипопеке ребенок предоставлен самому себе. Родители не интересуются им и не контролируют его. Такое воспитание особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов. В ситуации эмоционального отвержения ребенок может ощущать себя помехой в жизни родителей, которые устанавливают в отношениях с ним большую дистанцию. Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты инертно-импульсивной эпилептоидной акцентуации личности в эпилептоидной психопатии, ведет к формированию невротических расстройств у подростков с эмоционально лоббильной астенической акцентуациями. Адекватное воспитание детей и подростков возможно лишь тогда, когда родителями движут какие-либо достаточно сильные мотивы. Чувство долга, симпатия, любовь к ребенку, потребность реализовать себя в детях, продолжить себя. Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречаются у родителей подростков с отклонениями личностного развития. Однако, это явление очень редко ими осознается, а еще реже признается как таковое. Внешне оно проявляется в нежелании иметь дело с ребенком, подростком, в плохой переносимости его общества, поверхности интереса к его делам. Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого родителя в детстве его родителями, то, что он сам в свое время не испытал родительского тепла. Другой причиной неразвитости родительских чувств могут быть личностные особенности родителя, например, выраженная шизоидность. Замечено, что родительские чувства нередко значительно слабее развитых очень молодых родителей, имеют тенденцию усиливаться с возрастом, пример любящих бабушек и дедушек. При трудных, напряженных, конфликтных отношениях в семье на ребенка часто перекладывается значительная доля родительских обязанностей, тип воспитания, повышенная моральная ответственность. Сочетание высоких гиппопеки ребенок предоставлен самому себе. Родители не интересуются им высоких требований к ребенку с пониженным вниманием к его потребностям. Стимулирует развитие черт тревожно-мнительной акцентуации личности, либо к нему возникает раздражительное враждебное отношение. Типичное высказывание родителей содержит жалобы на то, насколько утомительны родительские обязанности, сожаление, что эти обязанности отрывают от чего-то более важного, интересного. Для женщины с неразвитым родительским чувством довольно характерны эмансипационные устремления и желания любым путем устроить свою жизнь. Проекция на ребенка-подростка собственных нежелаемых качеств обусловливаемые нарушения воспитания, эмоциональное отвержение, жестокое обращение. Причиной такого воспитания нередко бывает то, что в ребенке родитель как бы видит черты характера, которые чувствует, но не признает в себе. Это могут быть агрессивность, склонность к лени, влечение к алкоголю, теле иные склонности, несдержанность и так далее. Ведя борьбу с такими же истинными или мнимыми качествами ребенка родитель, чаще всего отец, извлекает из этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с нежелаемым качеством в ком-то другом помогает ему верить, что у него данного качества нет. Родители многоохотно говорят о своей непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными чертами и слабостями ребенка, о мерах и наказаниях, которые они в связи с этим применяют. В высказываниях родителей сквозит неверие в ребенка, нередкие инквизиторские интонации с характерным стремлением в любом поступке выявить истинную плохую причину. В качестве таковой чаще всего выступают качества, с которыми родитель неосознаваемо борется. Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания, обусловливаемые нарушения воспитания, противоречивый тип воспитания, соединение противопотворствующей гиперпротекцией одного родителя с отвержением или доминирующей гиперпротекцией другого. Конфликтность во взаимоотношениях между супругами нередко явление, даже в относительно стабильных семьях. Зачастую воспитание превращается в поле битвы конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность наиболее открыто выражать недовольство друг другом, руководствуясь заботой о благе ребенка. При этом разница во мнениях родителей бывает диаметральной. Один настаивает на весьма строгом воспитании с повышенными требованиями, запретами и санкциями, другой склонен жалеть ребенка идти у него на поводу. Характерное проявление этого типа проблем родителей выражение недовольства воспитательными методами другого супруга. При этом легко обнаруживается, что каждого интересует не столько то, как воспитывать ребенка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах. Сдвиг в установках родителей по отношению к ребенку в зависимости от пола ребенка, обуславливаемые нарушения воспитания, потворствующие гиперпротекции, эмоциональное отвержение. Нередко отношение родителя к ребенку обусловливается недействительными особенностями ребенка, а такими чертами, которые родитель приписывает его полу, то есть вообще мужчинам или вообще женщинам. Так при предпочтении женских качеств наблюдается неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола. В таком случае приходится сталкиваться с стереотипными суждениями о мужчинах вообще. Мужчины в основном грубые, неопрятные, они легко поддаются животным побуждениям, агрессивны и чрезмерно сексуальны, склонны к алкоголизму. Любой же человек, будь то мужчина или женщина, должны стремиться к противоположным качествам, быть нежными, деликатными, опрятными, сдержанными в чувствах. Именно такие качества родитель со сдвигами в установках на пол ребенка видит в женщинах. Примером проявления установки может служить отец, видящий массу недостатков у сына, считающий, что таковы же и все его сверстники. В то же время этот отец без ума от дочери, младшей сестры мальчика, так как находят у нее одни недостоинства. В этом случае в отношении ребенка мужского пола формируется тип воспитания эмоциональное отвержение. Возможен противоположный перекос с выраженной антифеминистической установкой пренебрежения к матери ребенка его сестрам. В этих условиях по отношению к мальчику может сформироваться воспитание по типу потворствующей гиперпротекции.